В данном случае, вот сейчас происходит процесс вываривания из лапки пихты эфирного масла. Этот домашний мини-цех работает круглый год. Пихтовар Алексей Спринчан говорит, с сырьём в этих таёжных местах проблем нет. А сам принцип изготовления пихтового масла довольно прост. Всё это ароматное производство похоже на самогонный аппарат огромных размеров. Вот это и будет экстракт бальзам пихтовый. Он должен быть в таком тягучем состоянии. Это очень полезный бат, это антисептик, который в принципе не имеет противопоказаний. Для экономии электроэнергии, чтобы не задымлять село, фермер смастерил умный аппарат. Он понемногу добавляет в огонь особую воду, из-за чего дров на производство пихтового продукта уходит в два раза меньше и дыма практически нет. Мы добавляем вот таким вот образом через капельницу водичку. А в данном случае это даже флорентиновая вода, которая уже была выпаренная. Там атомы кислорода и водорода уже немножко разорваны. Она поступает в топку. В топке труба из нержавейки с дырочками. Там она накаливается до определенной температуры 600 градусов. И получается, что на выходе уже оттуда пар, превращенный в газ, помогает гореть дровами. Таким образом мы экономим. Еще один механический помощник на производстве дробилка. Это тоже дело рук пихтовара. Это двигатель трехфазный. На нем маховик от машины. И два ножа сверху приваренные, которые непосредственно при большом вращении измельчают лапку. Вся эта самодельная техника позволяет фермеру снижать цену на свои товары. Сегодня масло и бальзамы вполне по карману любому жителю села. В районе уже многие распробовали пихтовую продукцию. Некоторые на ее основе готовят свои мази и отвары. Профилактически используем. Если человек, немножечко соперики, чуть покашлять, намажешь. Вовнутрь, с утром уже здоровенький. Пихтовое масло появилось вдруг. И я почувствую, что очень хороший такой носитель. Он глубоко проникает в ткани. И получился, вот у меня оживляющий называется. Бальзам такой уникальный. Астехандрозы, ратикулиты, пролежни, ушибы, гематомы. Вся продукция сертифицирована. Но в любом случае перед ее использованием стоит проконсультироваться с врачом. Сегодня основные оптовые покупатели – крупные фармацевтические предприятия Санкт-Петербурга и Москвы. На основе пихтового экстракта делают бальзамы. Их добавляют в кондитерские изделия и джемы. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.